Всем привет, с вами Олег с каналом Переклад. Сегодня мы говорим о вулканах изометрия 7. Начинаем обзор Солнца и, как обычно, включаем кинотеатр, смотрим, что приготовило наше светило. Видно, что активность очень-очень такая умеренная. Ну вот есть сюда вот в южном полушарии мы видим выделение, да? И вот здесь вот в северном мы видим в районе двух часов довольно-таки мощный и быстрый поток направлен. Ну еще можно здесь 9-10 часов отметить. Ну никаких существенных событий не происходило. Ну вот давайте посмотрим по факту. Да, у нас вспышки С были. Вот С20, 71, 30, 89. Это единственная группа пятен, которая сейчас генерирует вспышки. Видно, что они небольшие по генитуде. С класс 85%, М класс 25% и Х класс 5%. Вот эта интересная фигура. Вот здесь вот такая получилась. Интересно, что вот комментарий написал вчера Кабил Джон Декамбаев. Он писал гори-гори ясно, чтобы не погасло. Всем привет из Таджикистана, город Хаджинд. И вот здесь такое ощущение, что солнце было близко к тому, чтобы погаснуть. Мы видим, что энергия в какой-то момент пошла резко вниз. Ну я думаю, что это ошибка, конечно, детекции. Но судя, вот если четко по данным, то рассуждать, то видите, было к А0 практически приближение. Так что вот так вот. Вот и думайте. Ну давайте посмотрим. Вот у нас 38 здесь зона. И вот северное полушарие 3090, которое только-только сейчас образуется. Ну там было вчера как раз и говорил. Пятнышко. И здесь, обратите внимание, на 8-9 часах вот у нас здесь опять группа пятен. Пока номер не дали, но я думаю, нужно срочно выдать. И это будет номер 3091. Такое небольшое предсказание сегодня. Так. Раздан 81 пишет. Спасибо, как я и говорил, нас пока проносят. Активные зоны отворачиваются и дают жару. Я думаю, активная зона в дыре тоже даст жару, которая была необычной. Да, вы абсолютно правы. То есть видно, что влияние каких-то крупных планет, почему они вот резко растет активность, когда они подходят вот к этой зоне. Вот 389, обратите внимание, она тоже усиливается. Да, но здесь на подходе, вот мне интересно, здесь уже сейчас виден, что какой-то протуберанец намечается. Активная зона, да и на 10 часах здесь тоже активная зона вполне. Так что я думаю, впереди будут интересные моменты. Вот что я хотел сказать. Видите, проросло. Вчера была она желтая, а сегодня уже бордового цвета. И здесь тоже поменялись характеристики класса. В общем-то всего 20 у нас пятен в двух активных зонах. Ну давайте теперь смотреть, что у нас по дырам. А дыра, как я ожидал, вот она по центру, по центру, прям по экватору. И сегодня-завтра, мне кажется, она оказывает влияние прямо на нашу планету. Мне кажется, уже раньше началось. В целом мы видим рост сейсмичности. Но сегодня давайте посмотрим. И обратите внимание вот на эту часть. Она явно сверхактивна. Видите, прям такое выпячивание. Да, вот везде там что-то как-то близко к солнцу здесь излучение. А здесь прям идет такая вот, как грыжа выросла. И, в общем-то, я думаю, что это плохой признак. Это довольно-таки активные зоны, которые будут влиять на, в том числе и на нашу планету. Ну, смотрим по факту. У нас до желтого уровня, вот за счет солнечного ветра мы это обсуждали. Прогноз остается в зеленой зоне пока, без изменений. По вулканам у нас также 42 вулкана. При норме 40 извергаются из интересных сообщений. На параму шире острое. Вот у нас вулкан Бека здесь. Он сегодня прямо во время школьной линейки начал извергаться на 2 километра. И тут же нашлись какие-то эксперты, которые заявили, что выбросы достигнут 6 километров. Вот им хочется сказать. Вы знаете, при определенном стечении обстоятельств выбросы могут быть и 20 километров. Здесь только один вопрос. Когда? Если вы скажете, что, допустим, 3 сентября выбросы достигнут 6 километров, это будет отличное экспертное мнение, отличный прогноз. А если вы просто на будущее говорите, что могут достигнуть 6 километров, это разговор ни о чем. Экспертности здесь не надо обладать. Нет необходимости обладать экспертностью, чтобы поддержать этот разговор. Еще такая интересная тема. Вы, наверное, слышали, что есть утверждение, что горы постоянно растут. У нас Северест растет, у нас Монблан растет, у нас все растут. Давайте посмотрим как раз Монблан, это видео этого понедельника, и посмотрим, как они растут. Значит, что произошло? Мы видим, что половина горы, верхушка, это прямо верхушка горы, она в виде такого пальца. Вот видите, вот здесь вторая часть такая же. Вот половина этой части просто съехала вниз. И это происходит постоянно, в том числе, когда непальское землетрясение было в Гималаях, там часть Эвереста вот так же обвалилась. Так что, видите, горы могут только разрушаться, расти и наращивать высоту могут только вулканы. Надеюсь, вам понятно это. Так, ну, давай теперь посмотрим по сейсмичности. У нас 113 землетрясения магнитуды 2 и выше. У нас в Атлантике вот 3.0 на Азорских островах. Опять этот Сан-Джорджи, то есть он так и не успокоился. В общем-то, он как весной начал, так и там и продолжается роль. У нас двоечки вот здесь в районе Гибралтара. Смотрите, второй день подряд у нас теперь Босния и Герзаговина 3.0 на глубине 2 километра. У нас здесь автошоки продолжаются недалеко от Эзмира. У Дудекан из Греции 4.7 на глубине 10 километров. До Конкоса 3.1 там же и еще несколько двоек. И вот интересное землетрясение. Вот о чем я говорил, что вот все вокруг и около. Вот если вы так возьмете циркуль и прочертите, то увидите, что, в общем-то, примерно по кругу ходит у нас сейсмическая активность. И довольно-таки мерцающий характер имеет. Но этот раз забрался довольно-таки далеко к Краснодарским краям, под Новороссийск. Вот на северо-восток от Новороссийска, там как раз вот эти главный хребет кавказский проходят. И под ним на глубине 10 километров 3.7 сегодня случилось. А с другой стороны в Азербайджане, смотрите, 3.9, глубина 5 километров. И это получается на запад от Баку, видите. То есть между морями, получается, как раз в этой зоне, где Кавказ, там явно растет сейсмичность. Вот здесь 5.4 у нас в разломе Оуна произошло на глубине 10 километров. В Пакистане 3.5 на глубине 10 километров. И 4.6 на глубине 9.36 километров. Ну, там потоп, а теперь еще и сейсмичность начинающаяся. Так, это Кыргызстан 4.5, не указана глубина. 4.2 Китай пограничный, тоже не указана глубина. И 4.5 Республика Тыва на глубине 10 километров. Вот здесь населенный пункт Царыксеп. Ну, вот Сибирь вроде бы как притихла чуть-чуть. Алиуты молчат. Вот на юг от Камчатки 3.9 на глубине 60 километров. Здесь вулкан Ксудач. И южнее на Курилах 4.2 на глубине 69 километров. Здесь вулкан Уратаман. Так, смотрим восток Японии. 4.3 52 километра, 4.4 62 и 4.0 на глубине 40 километров. Унахи 4.8 10 километров. Тайвань 4.6 36 километров. Два землетрясения, две тройки на северных Филиппинах. Одна тройка на южной. И вот у Гуама у нас было уже крупное. Вот 4.7 на глубине 35 километров. Так, у Суматры у нас 3.5 на глубине 13 километров. Двоечка там еще вот 4.4 недалеко от Бали. На глубине аж 537 километров. Вот так вот сверхглубоко у нас происходит в море Бали. Так, Сумба 3.4, Тимур 3.2. На Сулавесе две двойки, 2.7. Чуть севернее, здесь 4.2 на глубине 142 километра. И вот так вот 3.3 в Маловском море. 3.0, 3.1, 3.0. А 3.3 на севере Папуа. Так, в Австралии ничего нет. Вот у нас Фиджи, южнее Фиджи. 5.5 на глубине 10 километров произошло. У Кермандека две четверки. 4.4 300 и 4.2 на глубине 300 километров. 3.7 чуть южнее. И две тройки на южном острове Новой Зеландии. Так, посмотрели Австралии, ничего нет. Вот южной Африки у нас 3.6 на глубине 5 километров. Смотрим теперь Канаду, Аляску. Ну вот на юге Аляски 3.0, на глубине 62 километра. Здесь вулкан Дуглас. Далее у нас Гавайи 3.7. 3.7, смотрите, опять 3.5 километра над уровнем моря. Мауна-Луа опять это сделает. Но есть 3.2 на глубине 34. Это Килау. Вот интересно, что там делают на верхушке практически вулкана. Вайоминг. Вайоминг. Опять супервулкан Йоллстон. Смотрите, на прошлой неделе был. И теперь даже помощнее. 3.4 на 7.5 километров прямо в вулкане. Как вам такое? 3.3, 3.2. Вот Калифорния. Видите, дыры действуют. Дыры действуют. Много интересных землетрясений. Хотя в целом магнитуды, конечно, как-то невысоки. У Акапульки у нас 4.4 на глубине 10 километров. 4.1 на глубине 25. Плюс 3.3. 2.3 вот у нас в заливе. 4.6 в Гватемале. И 3.7 в Сальвадоре. Здесь вулкан Иллопанго. В Коста-Рике 3.0. Доминиканская республика 3.3. 4.3 у нас у Пуэрта-Рико и 2. И вот здесь вот Колумбия. 153 километра недалеко от Букамаранги. Далее в Аквадоре 3.5. Северный Перу 4.4 на глубине 30 километров. В центре Перу 3.9. Ну и смотрим. Это Северная Чили 4.0 на глубине 44 километра. И здесь еще 4 тройки. Двоечка со стороны Аргентины 2 тройки. У Ла Сирены 2 тройки. И у Мендоса здесь тоже 2 тройки. Одна двоечка. На юг идет у нас 4.1 на глубине 78 километров. И еще южнее 3.8 и двоечка. Что-то в Чили как-то довольно-таки бодрое, хочу сказать. Южная Джорджия и Сейдовича острова 4.7 на глубине 10 километров. Ну это прямо в очень южной части от островов. Но они молчали какое-то время. Теперь вот проснулись. Ну что, интересное, мне кажется, событие. Конечно, это событие в Новороссийске доставляет много внимания. Потом повторяющееся вот это в Каспии. Если помните, вчера в Каспии были. Сегодня уже на запад от Баку. Естественно, это землетрясение 3.4 в Йелл-Столне. А у нас вот здесь высока активность. 5.4, 5.5 у нас в зоне Фиджи. В районе Японии Курильских островов тоже довольно-таки бодрое. Ну и вот довольно-таки сильное землетрясение в республике ТВА 4.5. Ну а с вами был Алекс, канал Берлабжи. Отличного продолжения.